Чем в ГУЛАГе расплачивались с женщинами шалашовками. Сам термин шалашовка, если верить одному из наиболее известных и титулованных сидельцев ГУЛАГа Нобелевскому лауреату Аисал Женицыну, возник в 30-40-х годах ХХ века. Его этимология проста амину с шалашом называли огороженные простынями нары, где женщина в лагере расплачивалась собою за предоставление каких-либо благ. В интернете есть вариации значения этого слова, со ссылкой на воровской жаргон, который интерпретирует шалашовку как падшую, легкодоступную женщину. На самом деле данный термин, скорее всего, получил широкое распространение с началом внедрения в СССР системы ГУЛАГа, с 30-х годов ХХ века. Во всяком случае, в достаточно подробном словаре жаргона преступников, блатная музыка, составленном сотрудником НКВД С. М. Потаповым по новейшим данным и опубликованным в 1927 году для ограниченного пользования, этого статуса в воровском мире не значится. О лагерных шалашовках упоминали такие известные писатели и узники ГУЛАГа как Лев Разгон, Варлам Шаламов, Александр Солженицын. Как писал Ай Солженицын в своем архипелаге ГУЛАГ, шалашовками могли стать любые лагерные заключенные женщины. Вне зависимости от их социального статуса на воле, переход в иное качество в неволе обуславливался конкретными критическими обстоятельствами, толкавшими осужденную на то, чтобы отдаться за пайку хлеба. И сголодавшаяся женщина шла в мужской барак, называла там себе цену, эквивалентную части буханки хлеба, и желающий шел за ней в женский барак, где с трех сторон занавешивалось простынями спальное место этой заключенной, делался шалаш, и там происходила расплата. Собственно, шалашовкой в своей драме в четвертых действиях олени шалашовка Солженицын называет лагерницу легкого поведения, способную на любовь в непритязательных условиях. В качестве блатных, способных заполучить шалашовку, могли выступать все категории персонали ГУЛАГа, от собственно осужденных до представителей контингента охраны лагерей, всех уровней. Все те, кто мог предложить женщине те или иные блага, выражавшиеся в предоставлении дополнительного питания или более выгодного места работы. Шалашовки изначально не являлись непременным сегментом воровского сообщества и тем более, его составной частью, по сути, это были случайные жертвы суровых лагерных обстоятельств существования. Тем не менее специфика пребывания в ГУЛАГе, изнурительная работа по 12-14 часов в сутки, без выходных и праздников, накладывала свой отпечаток на поведение, в том числе, и самых активных обитательниц женских бараков. Константин Гурский, отбывавший свой срок в 30-х годах на Соловках, вспоминал, его свидетельства систематизированы и опубликованы правозащитной организацией «Мемориал» в подборке «Люди Ухт-Печлага», как в женских лагерях. Блатные женщины-шалашовки саботировали выход на работу. Они, выйдя за пределы зоны, случалось, просто раздевались до нога. Конвой, который должен был их сопровождать до места работы, отказывался принимать такую группу заключенных. В конечном итоге шалашовок возвращали в лагерь и помещали в карцер. Точка. В воспоминаниях А. Солженицына, В. Шаламова, Л. Разгоны и других писателей, переживших заключение в ГУЛАГе, шалашовки минус это женщины, вынужденные пойти на уступки мужчинам ценой собственной части. Никто из авторов воспоминаний не осуждал их, поскольку этот поступок был всего лишь попыткой выжить в этих тяжелейших условиях. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.